я на данный момент в петербурге вот и вот у нас тут белые ночи но и все такое ну так что ты не понимаешь никак посторонних людей как-то я не понимаю посторонних людей я всегда стараюсь понять посторонних людей стараешься понятно не понимает не факт не может быть не всех конечно да я допустим не понимаю почему люди не признают очевидное как например как например многие в украине не признают того что произошло что чего взялось и почему это так вот это так сказал я образно сказал конечно очень 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 но все же все же от того что понимаете все идет как говорится что-то произошло после этого поэтому произошло это ну так скажем если я не толкнул стакан то он бы со стола и не упал а вот разбился он или нет разбился или нет это следствие того что упал правильно а разбился он допустим даже не потому что он упал а потому что вот изначально его кто-то толкнул вот как бы ну вот вот и получается что вот смотришь вот так вот на это вот особенно на события в украине и россии и непонятно почему люди только видят то что то что только сейчас но никак не хотят посмотреть и от чего это все произошло а вот как ты думаешь от чего это интересно ну изначально прямо совсем глубоко заглянуть из-за развала советского союза а как ты думаешь почему он произошел потому что его развалили потому что конечно предатели понятно партия правительства ну да а кто еще на нас предали но но я не об этом партия правительства сегодня решила что вас предали вы так и говорите почему против 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 и я четко понимаю что если бы некоторые люди особенно вот как вы думаете кто виноват в перес ну говорится что это пошло кто основной человек кто разваливал так скажем но советский союз ленин причем тут ленин ленин создал советский союз до низа ниже не жизнеспособная системы вы врете это самая жизнеспособная система чем же надо отвечать знаете если вы думаете что советский союз не жизнеспособен то вы должны посмотреть на карту и сказать что китая нету это экономики которая сейчас в китае она конкретно базируется на в основном сталинской экономики то есть все и всего того прогресса не существует а это самое на данный момент быстро развивающаяся и самая эффективная экономика насчет быстро развивающаяся я слышал а как ты думаешь как появилось это китайское все это чудо как якобы чудо если вы хотите сказать что благодаря внедрению американских или там зарубежных технологий да только технологии денег и ну так а как вы думаете товарищ сталин свое время тоже кажется строил с ну советский союз тем более сделал этот прорыв в в экономике за 10 лет тоже он тоже привлекал и американцев и немцев и так дальше и так дальше ну и что да ну еще он привлекал к чему для того чтобы построить новые бомбы больше не для чего вы очень узко умыслите а плотины как вы думаете кто нам строил очень многие те же немцы те же американцы тот опыт который соответственно был пользователь плотина для электричества электричество для завода завода для чего для вооружения ну а что оставалось сделать человеку который четко понимал что будет как говорится продолжение первой мировой войны очень многие люди очень многие специалисты утверждают что даже это не был не была вторая мировая это было просто пауза в первой мировой окей не спорить ну так вот я же говорю о развале а значит ну такая это а развал советского союза произошел за счет того что не экономически не социально он не ментально вы кстати если почитаете американских специалистов там везде почти написано что как раз советский союз был экономически опасен особенно америки и тоже америка мишки не опасен да прикатите вы вспомните тридцатые годы особенно тогда когда все рухнуло подождите подождите да как к чему привел 30 как говорится там тот же седьмой восьмой и девятый год к тому что в принципе началась потом мировая война за счет чего это и помогло америке выбраться ведь это были ужасные годы в америке ужас а в семидесятые годы такие ужасные в америке были годы да вы чё было перепроизводство дальше что перепроизводство в те годы не было мало того тоже этот самый голодомор который вы любите особенно вспоминать в украине он почему-то в америке был до тридцать девятого года не был да врети вы в нью-йорке умерла человек от голода около 11 миллионов америке умерла без в нью-йорке умерла вообще все население в основном было в америке в то время на 120 человек вы же врете ну ладно куда мне надо посмотреть ну я не знаю какие то источники ну ради бога берите вот возьмите на телефон и откройте голодомор вами это самый голод в америке только не написать голодомор это же идиотизм давайте удавайте 34 около семи миллионов граждан официально кто это кто-то говорит википедия да вот юс у у у у у Смертей вы не видите, а вы посмотрите. Смертей вы не видите, а вы посмотрите. Знаете, когда говорят, как говорится, о каких-то там ужасах при коммунистических стройках. А вот я в Лас-Вегасе живу, есть такое место, как Хувердем. Вышел, я там даже был. А знаете, как говорят местные, это плотина, построенная на костях. Ой, 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 ой. Чего, ой, 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 ой? О чем ты говоришь? О правде говорю. Это Хувердем был dead, dead project. Каким? After all, это с Хувердем, после того, как началось где-то там великое строительство, это Хувердем, но она когда была сама построена, это был dead project. Не надо было это практически дамбе существовать. Непосредственно на то время. В то время, когда она построила, она не нужна была. Действительно. Но потому что это все произошло так быстро, и нужна была электроэнергия, она запустилась, как форил-форил, понимаешь? А во время постройки самой дамбы, она была dead project. Серьезно, прочитаю. Да. Ну, знаете, я там не раз лазил и не раз разговаривал с людьми. Я знаю, что тут лазил. Дело же не в том, лазил ты или нет. Дело в том, что это было на самом деле. Да, в том-то и дело. Вот когда смотришь, в следующий раз возьмите экскурсию, вам покажут там очень многое. И особенно, как говорится, о условиях, где люди жили. И обязательно, как говорится, посетите Болдер-Сити. Там есть музей, где особенно много про это рассказано. И, как я и говорю, те же американцы, экскурсоводы, так и говорят, что это, в общем-то... Сколько там людей погибло? Я не помню уже точно, но факт, что люди там гибли довольно часто, потому что, опять-таки, ну, конечно, там говорят, что в то время это не было такого опыта, что многие, в общем-то, гибли именно не потому, что им там есть нечего было, а потому что, вот, действительно, как говорится, ну, несчастные случаи и так дальше и так далее. Сколько? 10 человек, 12 человек? Да нет, гораздо побольше. Больше. 22. Ну, даже 23. Ну, тем не менее, вот, условия там тоже были довольно-таки, я бы сказал, не нынешние, а американские. Так что, ну, что... Да, ну, люди там работали, да, наверное? Работали. Кстати, многие работали, не поверите, за еду даже. Да, как на Беломорканале работали. Вот. Да, на Беломорканале-то, кстати, люди зарабатывали прилично, вот. А там, вот... Прилично? Что они зарабатывали прилично? Атеросклероз? Что они прилично зарабатывали там? Очень прилично зарабатывали. Тот, кто работал на Беломорканале, прилично зарабатывал, не волнуйтесь. Тот, кто строил БАМ, тот, кто строил БАМ, тоже прилично зарабатывал. Мне-то не гоните, я насмотрелся. Да, я знаю, последний, последний, последний БАМ, не первый БАМ, а последний. А что, первый БАМ, вы думаете, им не платили, что ли? Да, очень мало платили. Да ладно. Если взять среднеарифметическое, те, которые работали зэки, те, которые работали вольно-наемные, то будет в среднем очень мало. Да, ну понятно, в среднем. В среднем, да. Понятно. Вот у вас вот лишь бы вот всё обхавить. Это не лишь бы, это история. Понимаете, это самое, в Советском Союзе много было чего, ну, может быть, чего-то неправильного, несправильного, но много было чего и нормального. Опять-таки, это строй был, который был сделан для всех, понимаете? Да, да. Ты мне скажи, чего было ненормального, если ты говоришь, было чего-то ненормального? Где? В Советском Союзе. В Советском Союзе это самое, ну, наверное, стоило, конечно, отпустить кооперацию и вернуть, так говорится, к сталинской экономике. Но чего было, было. Чего не было, я знаю. Чего было ненормального. Чего было ненормального. Вот я и говорю, ненормальное было то, что стоило отпустить кооперацию. То есть, конечно. Артели опять такие. Должны были это самое, как в Китае сделали. Если ты продаешь какие-нибудь, как говорится, подделки, туфли или еще что-нибудь делаешь, ну и делай. А все остальное, как в Китае. Мы же решили, без инвестиций и без импортных технологий Китай бы не был на сегодняшний уровень. Хоть ты убейся. Так же, как все остальные. Так же, как ФРГ в свое время. Ну и Советский Союз бы не был без инвестиций. Только Советский Союз расплачивался золотом и хлебом. Ну да. И так же это самое что-то брал. Ну а что в этом плохого, я не понимаю. Плохого? Что было? Что плохого в том, что кто-то берет у кого-то какие-то технологии. Ну и да. И что? Я не говорю, что это плохо. Я не говорю, как это случилось? А как это случилось? Ты говоришь, кому не ешь. И это самое. Вы так подводите к тому, что это самое. Все хорошее. Это значит, это все должны быть обязаны, допустим, там Америке. Или там, не знаю, еще кому-то. Там Германии, да? За это заплачено жизнями, золотом и, как говорится, всем тем необходимым, которым нужно было в то время тоже жить Америке. Почему было заплачено? Тот же голодомор, понимаете, который, вернее, вы говорите о котором. То есть, это не голодомор, это голод. И тот голод, который случился, особенно в Америке, он, в принципе, сыграл на руку тому же Сталину, понимаете. Заметьте, тогда даже золото не брали у России, а Россия расплачивалась зерном. То есть, да, они, получается, себе в чем-то отказывали, но за зерно покупали какие-то технологии или какие-то нужные вещи для того, чтобы развить страну. Ну да, и что? Кто тебе сказал, что золото мне брали? А вы почитайте. Ты, ты почитай. Я же все читал. Ну, понятно. Зерна там было не так уж много. Ну, конечно. В основном currency. Твердый currency, что является золотом. Какие еще currency? А? Какие еще currency? Успокойтесь. В то время, знаете, как говорится, никому фантики не нужны были. Currency – это золото. Ну вот. Это то, что… В этом-то и прикол, в этом-то и прикол, так скажем, того голодного времени. Я же говорю, в Нью-Йорке умерло 120 человек от голода. За все время этого голодомора, о котором ты говоришь. Это был просто кризис перепроизводства. А потом делали так, так сказать. Ну, у вас такие данные, да, прикольные, конечно. Читай, читай, читай. Читай, читай. Это же не тяжело. Нет, не тяжело. История Америки перед твоими глазами. А вы сколько лет в Америке? С 88-го. С 88-го. Вы когда-нибудь встречали людей, которые вам рассказывали про карточки в Америке? Которые были в 80-е годы? В эти 80-е? Да, в 70-е, 80-е. Подожди, 980-е? Нет. А я видал. Что ты видал? Карточки на какую тему? И карточки видал, и людей, которые рассказывали мне про это всё. И самое… Как это… Карточки на что? На еду. В Америке в 70-е, 80-е годы? 900? Да, 1900. 1900, 1900. Ну, конечно, вы не знаете. Вы там вот в Нью-Йорке живёте и далеко ж не ездили. А я вот когда поехал, допустим, в такое место, как Ваначи, знаете такое? Ваначи Эпл. Я сам жалый гад. Ты помнишь карточки в 70-е, 80-е годы в Америке? Вот человек говорит, в 70-е годы в Америке были карточки. Конечно были. Можешь такое представить? Что происходит? Карточки, он говорит. Ты хоть толпейся. Он говорит, карточки. Не знаю. Я тоже удивился. Карточки в Америке в 70-е годы в Америке. Нет, это вот что-то. Ну, ну, смейтесь, смейтесь. Да, ради бога, смейтесь. Любовь ещё в этом возрасте и в этом году ещё на свете нет. Я не знаю. Вот, ты говоришь, но в любом случае. Ты домой? Ну, мы-то. А чей-то магазин? Это был магазин? Нет? Ну, сейчас, юбилины. Хоть толпейся. Я не понимаю, Саш. Это его. Это у вас сообщество? Это мы делали паре по поводу дебатов. Да. Ну и что, как вы думаете, кто хорошо выглядел? Ну, конечно, как ты там? Даник? Ну, я, кстати, тоже смотрел, не поверите. Ну, я был, честно говоря, удивлён, что нынешний президент ещё вообще иногда, ну, в тему отвечал. Ну, он медленно, медленно, очень быстро говорил, но очень медленно всё прошло. И крыл он так пошло, честно говоря, всё это. Ну, просто капец. Ну, что сделаешь? Ну, сегодня такая планета. Ты же знаешь, мы законопослушные граждане, мы ждём. Ждём выборов. Мы не устраиваем там, как это, перемены конституции. Майдан, о чём бы вам Майдан не устроить? Вот в Украине говорят, что Майдан это и есть, как говорится, но эталон свободы и демократии. Я с тобой согласен, молодая демократия решает вопрос таким образом. Ну, да. Молодая демократия, когда там 200 лет, она... А как вы думаете, если бы вдруг кто-то решил организовать Майдан в Америке, что бы было бы? В Америке что бы было бы? Все те же, как те же... Вот был же у нас Майдан в январе. Назывался чёрно-белый. Вернее, чёрный. Чёрный Майдан. Вы думаете, это Майдан был? Да нет, это не был Майдан. Ну, это был мини-Майдан. Да это не был никак мини-Майдан. Это не было направлено, тем более, на смену правительства и тем более, вообще там, политической какой-то роли вообще не было. Но в Украине тоже не было направлено. Да ладно. Серьёзно? Серьёзно. То есть, скинули президента, вот это самое... Президент вздрыснул, всё лишь надо. А, вздрыснул. Ну да. А чё он вздрыснул? Чё он вздрыснул? Да. Чё он вздрыснул? Видел, что... Что ему капец будет, да? Не, не то, что капец. А что? Он не смог управлять человек. Не смог управлять. Не лидер был. Ну, в чём-то я с вами согласен. Я думаю, что ему надо было, как и батька в Украине, взять автомат, выйти к своим офицерам, которые его защищали, тот же Беркут. И, может быть, ну, в моём понимании, притащить туда пару БТРов и расхерачить, может быть, этот Майдан. Да, погибло бы несколько тысяч. Зато теперь сейчас бы миллион и был бы жив. Смешно вам? Вот это меня убивает. А что не так? Почему в Китае так сделали, и теперь это лучшая экономика мира? Почему она лучшая экономика? Мы же уже с тобой решили. В жизни не было лучшей экономики без помощи... Да пофигу, почему. Она лучшая экономика. Без помощи Запада она бы не была никогда. Да без помощи Запада. Ну, с помощью и чё? С помощью Запада. То есть, вот эти расхерачивания, не расхерачивания, рот никакой не играет. Врёте, врёте вы. Китай так же хотели захерачить. А вы думаете, этот Майдан в Китае для чего делался? Какой Майдан делался? А, вот видите, вы не знаете. Вы почитаете, на площади... Те же студенты вышли на площадь, их задавили, всего лишь нации. Прикиньте. Но к экономике-то никакого отношения не имеет. Да ладно. А зачем Майдан делался в Китае? Людям надоело жить. Людям надоело жить, я понял. Действительно. Жить надоело. Пойдём-ка на Майдан. Нас такой раз там расстреляют. Это очень великолепно. Людям надоело, как они живут. Но они не ожидали такого. Вы действительно верите вот в такой наивняк? Так же, как и Майдан в Украине, он тоже делался для чего? Потому что хотелось в Евросоюз? Хотелось. Как минимум. Как минимум. Надоело им жить. Ну вот и они теперь... Их всех теперь перестреляли. Им хотелось Евросоюз, а их, так сказать... А кто делал Майдан? Который это им обещал, так сказать, узурпировал власть и сказал, что нету ребят. Майдан-то, говорю, кто делал в Украине? Ну, началось все, так сказать, с нехороших противостояний. Там побили людей. Думали... То есть из-за этого байдан начался, да? Думали, что украинцы скукожатся. Они не скукожились. Да вы чё? Серьезно? А с каким образом они должны были скукожиться? Испугаться должны были. Кого? Как на болотной. Кого? Власть. А кого там пугаться? Стоял Беркут невооруженный. Ну, когда их побили, этих первых. Ну, и что? Что, ну и что? Ну, побили и что? А кто потом их организовал? Пришли родители. Пришли родители. Куда? С родителями их знакомы. А потом их... Вы серьезно в это верите? Вы же взрослый человек. Начинается. Вот это мне не нравится. Вы серьезно в это верите? Это не аргумент. Валерий. Вы серьезно в это верите? Это не аргумент совсем. Да потому что такие вещи. Вы, наверное, никогда не организовывали ни фестивали, ни дискотеки, ни, может быть, даже детские утренники. А я в этом ворюсь постоянно. Это хреновую тучу всего надо, понимаете, для этого. Просто хреновую тучу. Надо подумать, чем кормить, где они будут спать, как их одевать, где они будут срать, где они будут ссать. И на это все нужны деньги, большие деньги. Надо ставить сцену, надо ставить технику, надо, чтобы это все работало, надо, чтобы были заводилы. И так дальше, и так дальше. Это все огромные деньги. И потом Виктория Нуланд на конгрессе Шеврона берет и четко еще сама говорит, послушайте в оригинале, что мы потратили 5 биллионс долларов на то, чтобы организовать, как говорится, всю эту демократию в Украине. Ну и все прекрасно. Так что она сказала? Так и сказала. В помощь демократии в Украине. Ну да. А причем тут Майдан. Вот и получать. Она же не говорила про Майдан. Да, действительно. А кто на Майдан приезжал поддержать майданутых? Кто-нибудь с России приезжал из руководства? Нет. Там же все руководство было российское. Да вы че? А что, вот нынешний президент даже приезжал на Майдан? Какой нынешний президент? Нынешний президент, американский нынешний президент приезжал тоже на Майдан поддержать Майдан. Я уж молчу там про Маккейна и про всех остальных, которые туда приезжали. Основные лидеры, то есть люди, которые соответственно руководят такой страной, как Америка, приезжали поддержать Майдан. Да как вы думаете, кто его делал? Украинцы? Ты думаешь, Америка не отправляет деньги в Гондурас? В Гондурас? Значит, Гондурас я не знаю. Или в Колумбию? Мне всегда, конечно, интересует, какая страна Гондурас. Почему? Естественно. Смотря какие интересы она это делает, вернее, в какие интересы она это вкладывает. Но вы же живете в капитализме, вы же прекрасно понимаете, если есть какие-то инвестиции в какую-то страну, то что-то должно оттуда... Союзника иметь, конечно, союзника. Почему нет? В любом моменте иметь союзника где-нибудь всегда хорошо. Ну, так это интересы, опять-таки, каких-то корпораций для того, чтобы получить потом с этого определенную выгоду, правильно? Не обязательно в деньгах, или во влиянии, или в каком-то, как говорится, еще своем проекте. Если твой командир говорит, что, ребята, мы сделаем то-то и то-то, и едет это делать, а не делает этого. Ну и все. Это конкуренция стран. У людей начинаются вопросы, правильно? Ну да. А тебе за эти вопросы дают по башке. Почему ты задаешь эти вопросы? Я не знаю, про что вы сейчас вообще сказали. Про этого Януковича, который поехал подписывать якобы что-то где-то. Янукович пытался спасти Украину, да? И что? Ай, кому? Вот и кто-то. Да, ну. А что нет? А что нет? Конечно нет. Да ладно. Он пытался получить экстра деньги от Путина. Совершенно продал. Путин, кстати, пообещал 15 миллиардов в то время. И мало того, пятерка даже тоже залетела в Украину. Яйценюк, который стырил все там и всю казну и тому подобное. Но, естественно, все повесили на Януковича. Это, конечно, здорово. То, что Россия переиграла Януковича, имеется в виду, выиграла эту козырную карту. Потому что Янукович был... А ты мне скажи, ты мне скажи. Нет, нет, давайте я сначала договорю то, что я хочу сказать. Вот. Потому что Янукович был козырной картой в этом всем бардаке. Если бы его Запад завладел этой картой, то у них был бы этот офигенный козырь. Но завладели Януковичем совсем другие люди. То есть, грубо выражаясь, Россия. А если бы Запад им завладел, то тогда, зажав в тиски яйца Януковича, он бы подписал все, что угодно. А самое главное, он подписал бы, например, приглашение о помощи, допустим, какой-нибудь страны НАТО или еще чего-нибудь. Помогите, войдите, спасите нас. И тогда было бы официальное приглашение для определенных войск. Но это Россия не могла допустить. И она переиграла. Запад или, я не знаю, кто там, какую-то либо разведку. Так или иначе, это всегда война разведок. Любой бардак, любой теракт, это именно, как говорится, способ влияния какой-то либо разведки. Это просто так. О, мой гад, мой гад. Зачем, зачем Путин иметь разведку? Это вся Украина нашпигована, это разведка. Вот это, начиная с Советского Союза. В Советском Союзе была шикарная разведка. И если бы не развалили Советский Союз, то эта разведка была очень достойной. У нас тогда разведка была действительно после Второй мировой войны очень классной и очень достойной. И КГБ в свое время играло в эти, так скажем, игры очень достойно. Но когда развалили Советский Союз, то предатели были везде. И предатели, особенно которые были в разведке, предавали пачками своих людей. Поэтому от разведки Советского Союза в России не осталось почти ничего. Да, да, все осталось. Ты мне скажи, эти все люди остались на зарплатах, все дела. Ты мне скажи, у кого у нас ты говоришь? В смысле? Ну, ты говоришь, у нас, у нас, у кого у нас? Ты американский гражданин или нет? Я и так же, ты российский гражданин? А, так ты приехал уже с российским паспортом в Америку, что ли? Да. Когда ты приехал в Америку? В 93-м. А, ты еще с советским паспортом приехал. Я понял, понял. Вот это меня очень удивляет. В Америке человек прожил достаточно количество времени. И что, я должен был стать дураком, что ли, стать? И тем не менее, живет в Советском Союзе. Потому что я не идиот. Очередной бабича. Потому что я не идиот. И бабичев не идиот, да? А есть люди, которые уехали в Америку и, допустим, берут, вот как вы, и говорите, у меня теперь родина Америка. У меня не теперь родина Америка. Я тебе еще раз повторяю. Я родился случайно на той территории. И когда я переехал в Америку с желанием, я не знал, что меня ждет. Но я понял, что это действительно страна, которая является для меня родиной. Офигенно, что можно сказать. Возможность. Маме это расскажите. Использовать свои таланты и возможности. Да ради бога. Я же разве что против, что ли? Я тоже всем говорю. Что есть такое понятие, что есть Америка, страна офигенная, с какими-то там возможностями. Для кого-то хорошая, для кого-то плохая. Дело не в этом. Но это определенное место жительства и тому подобное. А как вы у вас родина вдруг она стала, я не понимаю. Не то, что я не понимаю. Ни один здравомыслящий человек вас не поймет. В Америке есть такое понятие родина? Конечно. Для тех, кто родился в Америке, это родина. Как это называется в Америке? Понимаете, родина, это величина неизменная. Как бы вы ненавидели Гондурас? Если бы вы родились в Гондурасе, значит, ваша родина была бы Гондурас. Это birthplace. You know that, right? Birthplace. Понимаете? И Америка так не считает. Да это не Америка так не считает. Это вы лично так не считаете. Америка так не считает, что если ты родился в этой стране, то я обязан всем вот это. До своих корней волос. Это вы так считаете? Потому что если ты патриот этой страны, ты просто патриот, потому что ты любишь эту страну. Люди. За что-то. Ну и что? Это самое. От того, что люди говорят правду и хотят, чтобы в Америке стало все нормально, вернулась та Америка, которая действительно была с семейными ценностями, когда не надо было целовать, как говорится, ботинки определенным загорелым людям и так дальше. Эти люди сейчас вот как раз бьются за это. Но это не нравится многим, особенно демократам. Но они об этом говорят и они стремятся, чтобы Америка стала нормальной. Я, по крайней мере, тоже стремлюсь, чтобы Америка вернулась в те правильные, как говорится, ценности. И мне хотелось бы, чтобы Америка опять стала, как и говорит Трамп, great game. Родина при чем? А родина – это место, где ты родился. Поэтому она и называется родина. Это величина неизменная. А место жительства – это место жительства. А если у вас родина меняется, ну что могу сказать? У вас что-то в голове изменилось. Поэтому вы не способны принять очевидное. Вот это именно советское, вот это психология, вот это именно… Что советское? Вы думаете, я не насмотрелся на таких, как вы, особенно в Нью-Йорке? Это сидят там на ящиках или на кикниг-главочках и рассуждают про какие-то там якобы глобальные вещи и все отрицают. И все у них там, это самое, Советский Союз во всем им виноват и так дальше. Я всего лишь говорю о родине. Что такое родина? Родина? Это не то место, где вам хорошо. Вот это воспитанный, вот это родина, воспитанная родиной, воспитанный патриотизм, который привел сегодня к нацизму в Советском Союзе, который считает, если они так не живут, как они считают, надо жить, то надо их уничтожить. Вы же сейчас ерунду говорите полнейшую. Как в России какой-то нацизм? Вы знаете, что в России это многонациональная страна? У нас национальности хреново туча. Какую черту нацизм? Весь варшавский договор. Если уж на то пошло, нацизм, можно сказать, сейчас в Украине, потому что там притесняют, так говорится, русских. Ну да. А русских-то там были миллионы, правильно? Что такое черт не русский? Есть какой-то черт не украинский или черт не грузинский? Не знаю. Какую-то херню сейчас сказали. А что это выражение, откуда оно вышло? Да мало ли какие выражения, откуда вышли. И что? Оно есть такое выражение или нет? Не знаю, у вас, наверное, есть. Я не знаю. Не знаю, да. Ты в армии был или нет? Я, да, в отличие от вас. И там не было черт не русский ни у кого. Не знаю. У нас не было. Знаешь. Все ты знаешь. Не знаю. И что? Откуда пошло это выражение, черт не русский? Откуда ты думаешь? Не знаю. А вы мне расскажите, откуда оно пошло? Из-за мнор. Наверное, наверное, оттуда, наверное, с вашей родины. Я не знаю, где вы там живете. Много национальности пошло, это черт не русский. Выражать. А? Что? А? Я спрашиваю тебя. Как ты думаешь, откуда оно пошло, это выражение? Выражение это существует. Я никак не думаю. И ты не будешь, так сказать, возражать это, потому что это есть. Как ты думаешь, откуда оно пошло? Если кто-то так выражается, и что такого? Как что такого? Ну, как что такого? Вот так, как что такого? Вот как что такого? Ну, кто-то это сказал, и что? А что, в Америке, что ли, мало выражения? Или черт не грузинский. Такого же нету. Черт не таджикский. Почему нету? Только есть черт не русский. Возьмите и скажите. И что такого? Вас сильно угнетали, что ли, в Советском Союзе? Меня не угнетали в Киеве. Ну, вот. А почему? Ну, знаете, я вот в Америке особенно насмотрелся на угнетенных. То это самое. За что получил статус? Political prosecution. Вот. Religion prosecution. И так дальше, и так дальше. Такие угнетенные, твою мать. А я вот что-то жил в Советском Союзе, мне лет-то немало, блин, нафиг. И я что-то не помню, чтобы кого-то там притесняли. Я статирую факт, что было. Аж куда черт не русский появился? Название. Да, хрен его знает. Я вообще не понимаю, а зачем вам это выражение? Ну, если вам нравится это выражение, ну, используйте. Оно есть. Просто нам, что было. Ну и что? Оно где есть? Оно записано в Конституции. Просто так на ровном месте. Валера, не возникло на ровном месте. Я все понимаю. Это выражение записано в Конституции? Что-что? Вы же в Конституции прописали? Вы нормальный или нет? Я не знаю, надо посмотреть. Ну, вот именно. Ну, как-то сходите к доктору. Я только что задал вопрос. Вы где-то это видели в официальных каких-то документах или еще что-нибудь? Мало ли кто что говорит между собой. Народ такой, народ, народ. Народ. Какой народ? Русский народ. Черт не русский говорил. Понятно. Почему? Почему, как ты думаешь? Да, а кто не скачет, тот москаль, ты это к чему? А москаляку на геляку? Давай сначала выясним, черт не русский. Да нет, давайте сначала все выясним. Черт не украинский не было. Да ладно. И черт не грузинский тоже. И ничего. Почему-то черт не русский только был. Откуда? Можешь объяснить? Нет, не могу. Ну вот, только все и дело. А зачем мне эту херню объяснять? Все понимаешь и объяснить даже не хочешь. Я же не идиот, чтобы вот это объяснять, понимаете? Я, ради бога, есть люди, которые, понимаете, идиотизмом страдают. И они хотят вот вдруг, допустим, какое-то выражение, вдруг объяснение найти. Да ради бога. Для этого они, поэтому и это идиотизм. Хотелось бы объяснение найти? Мне нет. Этемология слова, как-то она вдруг получилась. Нет, это же вы там сейчас с Украины, кто особенно это самое, ищет там то какое-то создание Украины до нашей эры, то вы на Украине, это важно. Красной армейский экспириенс. Больше ничего. Да какое, к черту, у вас экспириенс армейский, где вы там, у вас экспириенс тоже мне? Два года, никуда не идти. Два года чего? Где вы служили? В Казахстане. В Казахстане? Ну вот, видите, вот вы там, наверное, с этими с чертами, блин, были. Ну и что? Везет вам, значит? Не пройдет, Валя, не пройдет. А что не пройдет? Ну я не знаю, а куда мне проходить? Объяснить не можешь, но чувствуешь и знаешь. Но объяснить не можешь. А что я должен чувствовать, я не понимаю. Ты не должен, ты чувствуешь. Что это такое? Что это такое? Ну объясни. Выражение, ну и что? Откуда оно взялось? Да блин, вы нормальный вообще или нет? Давайте я дальше пойду. Вы пойдете искать это самое выражение какое-то, откуда взялось и тому подобное. Вас заклинивают на ерунде. У вас страну, вашу родину, расхерачивают вдрызг нафиг. Вот, понимаете? Тот же, те же, кто и бомбил, блин, Югославию. На Югославию посмотрите. На Югославию посмотрите, ёппер СТ. Была огромная, классная страна. Сколько теперь там стран? Вы думаете, какое будущее будет в Украине? Больше не будет той Украины. Не будет. Это декларация была? Это просто очевидный факт. Вот я хочу, чтобы Дани пришел. Ой, блин, хочу, пришел. Вот и посмотрим, да. Хочу, чтобы Дани был. И поставил все точки над «и». Я думаю, очень даже да. Потому что агрессия может быть уничтожена только больше агрессии. Если ты знаешь, как учат. Вы про агрессию где? В Ираке? Вы про агрессию в Ираке? Или, может быть, про агрессию в Ливии? Как учат в американских полицейских школах. Да ладно. Так а кто агрессор? Кто приближается к вам с ножом? Или тот агрессор, который не приближается к вам с ножом? Тот агрессор, который приближается? Прикиньте. Так а давайте теперь посмотрим. Который приходит к границе с ножом. Вы ради прикола возьмите их себе хотя бы в телефончике и наберите, блин, нафиг, военные базы НАТО и Америки и нажмите на карту и посмотрите. А потом наберите ради прикола военные базы России и ни одной не найдете вокруг Америки. Если Япония боится Советского Союза, то она приглашает американцев. А вы не подскажете мне такую вещь? Почему Япония в свое время напала на Пил Харбор? Потому что была в союзе с Гитлером? Да ладно. А при чем тут Пил Харбор? Америка. Что Америка? Что Америка? Воюет против Америки? При чем тут это? При чем тут это? Вы серьезно? Вполне? Да ладно. Ну что, ты не знаешь, что ли? Понятно. А что надо? Вы молодец. А почему она напала на Пил Харбор? А вот как-нибудь подумайте, может, вы это сами поймете. Кто я научил? Америка, что ли? Нет, конечно. Кто? Вы вот сами подумайте. Есть какая-то небольшая такая страна, как Япония, да? Вот у Японии был шанс разгромить Америку? Ну вот напал, ты же флот разгромил. Я другой вопрос задал. Вы думаете, японцы идиоты? Вместе с Германией. Вопрос. Японцы не идиоты же, правильно? Они смогли как-то создать там флот, то, сё. То есть, это не совсем идиоты. У них, в общем-то, были какие-то мозги, да? Чтобы понимать, что происходит. Как вы думаете? Они осознавали момент такой, что они не смогут победить Америку? Почему они, смотришь, почти победили? Да ладно? Серьезно? Ну, молодец. Но они же уничтожили флоты. Да вы чё? И чё, и дошли до Вашингтона? Не дошли, Гитлер объявил войну. Америка в 41-м году, если ты не знаешь. Знаю. И Япония тоже. Почему у друга не объявили войну? Потому что думали, что вместе они победят весь мир. Да ладно? Серьезно? Ну, Китай, кстати, был серьезно, там под Японией. Какие-то куски серьезные. Какие куски? Китайские. Китайские куски. А какие куски? Ну что, ну какая тебе разница, какие? Да большая разница. В том-то и дело, что разница большая. А скажите, на каком основании вдруг все-таки китайцы, вернее, японцы подписали капитуляцию? Благодаря чему? Бомба, бомба. Бомба? Две даже бомбы. А когда сбросили бомбы? Когда где-то, по-моему, в августе, да? Да, в августе. Ну, я подскажу вам, 6 и 9. Да, в сентябре они подписали. Бомбы сбросили 6 и 9. Подписали они 2, да? Вернее, ну, по местному времени 3. Вот это. Дело не в этом. И вы хотите сказать, что потому что сбросили бомбы, японцы подписали капитуляцию? Вы серьезно? Не бы воевали до победного конца, если бы не бомбы. Да ладно. Сто процентов. Офигеть. Вы молодец. Ясно. Капец, блин. Во логика. Ну, молодцы. Конечно, это уничтожение. Расскажите, насколько военные или промышленно-военные города были Хиросима и Нагасаки? Причем это? Как при чем? Это уничтожение. Это уничтожение мирного населения. Там не было ни военных заводов, ни хера ничего вообще. И каким образом это бы повлияло на Японию, чтобы они сдались? Мы против этого сопротивляться не сможем. Мы против этого сопротивляться не сможем. Против чего? Против атомного оружия. Да ладно, почему? Надо подписывать капитуляцию. Вы молодцы. Ну, что ж, нет? Понятно. Знаете, я еще в Америке иногда часто задаю вопросы. Это самое. А кто еще воевал с Японией? Никто мне из американцев особенно не сказал, что да, Советский Союз тоже воевал с Японией. Воевал, да, не спорь. Да. Но атомная бомба являлась, так сказать, переломом момента. Вы молодец. Вы верьте во всякую херню. Продолжайте верить. Ну, это не херня. Да ладно, конечно. Это была паренетическая. А зачем надо было сбрасывать атомную бомбу? Еще раз говорю. Вопрос такой. Зачем надо было сбрасывать атомную бомбу? Значит, зачем? Война идет. Валера, война. Вы серьезно? Да. То же самое сейчас, но вот на Харьков они сбросили там сколько? Трехтонную бомбу? Несколько трехтонных бомб? Эти бомбы были сбросаны на конкретные военные объекты. А вот сбрасывать атомную бомбу на Хиросиму, какая была цель? В чем тут цель? Война была. Валера, война была. Да, блин. Совсем все плохо. Какой смысл на Харьков сбрасывать трехтонные бомбы или полуторатонные? Полутора и трехтонные бомбы – это специальные бомбы, которые могут уничтожать, соответственно, блиндажи, очень укрепленные капонеры и так дальше. Вот, допустим, дадут, если особенно F-16 и будут их прятать где-нибудь под бетонными делами. Вот такие бомбы будут их расхерачивать. Это все специальные бомбы, и такие бомбы просто так не сбрасывают. Сильно дорого. Сегодня в Харькове зачем? Я не знаю, что у вас сегодня было в Харькове. Лично сегодня не смотрел новости. Не так давно. Да. И что, сбросили бомбу на никуда, что ли? В Харькове? В Харькове – это город. Правильно. Значит, там что-то было. Вот туда ее и сбросили. А в Харькове? Мы ушли от японцев в это самое. Не надо уводить меня. Вы четко поняли, что вы очень заплавали, да, по поводу того, что… В чем я заплавал? Я себе говорю, война была. Война была. А Япония, причем, объявила войну в Штатах, не Штаты, Японию. Япония в Штатах. И поэтому надо было хернуть бомбой. Закончить войну, да, чтобы там не погибло, допустим, экстра 300 тысяч американцев. Да вы что, серьезно? В этой войне, да? Вы молодец. Почему я молодец? Это история. А вот сегодня… Не, история, рассказанная кем? Историком? Да вы что. А подумать? На тему, скажите. На тему, что армия, которая никогда не сдавалась, вдруг сдалась. И не почему-то не после, когда бомбы кинули. А до того? А гораздо… Нет, гораздо позже. Как гораздо? В 20-х числах. На полмесяца? Да, на полмесяца. Ну… На полмесяца. Ты сам понял, что ты сказал только что, или нет? Я, да. Да, а вот что было в Севастополе? А почему это самое, как его, был якобы Нюрнбергский процесс над фашистами, а не было там японцев? Это большое упущение. А, упущение. Ну, а что говорит о Нюрнбергский процесс, о том, почему там не было японцев? Объясни. Вот какая у нас сегодня… А вот вы сами задумаетесь. История какая сегодня. И подумайте. Почему? Ну, вот вы задумаетесь, почему. Ну, Нюрнбергский процесс судил немцев, правильно? А что мешало судить японцев? Они… Еще не мешало, судили немцев. А почему японцев не судили? Ну, да я знаю, почему. Я тебе говорю, судили немцев. То есть, мы там не знаем, тут не знаем, тут не знаем. Но мы четко верим… Что значит, тут не знаем, что-то не знаем. Не было же, не было процесса над японцами, или был? Не было. Не было. А почему бы нет? То есть, они уничтожили почти 30 миллионов китайцев, а процесса не было. Почему? Вот и задайте себе вопрос, почему. Я задаю, как ты думаешь? Подскажи мне. Да не буду я вам сейчас подсказывать, поройтесь, посмотрите. Просто ляпнул что-то. Ну, не было, значит, не было. Ну, что ты будешь делать? Ну, не было. Вот не было. Демократия же. Да? В чем-то демократия. Действительно, ни при чем. Ну, а чем при чем? А вы не подскажете мне, почему надо было? Бросать бомбу именно 6-го и именно 9-го. Почему не 5-го? Да, нет. Девятский вопрос. Ну, ладно, хорошо, 5-го. Но почему 9-го? Почему 9-го? Не знаю. Вот почему 9-го? 9-го какого? Августа. А что было 9-го августа? Россия начала наступление на японцев. И что? Ничего. У вас же не сходят, у вас же все нормально. А при чем тут Россия и бомба? Действительно, ни при чем. И бомба. Договорились, можешь, между собой как-то? Вот. Кто договорился между собой? Россия с американцами. Да ладно. Нет? Нет. А почему? Ну, сами подумайте. Я не хочу вот это самое... Ты тоже не знаешь, но ты... Там какие-то числа... Я сильно много, к сожалению... Это число ты привел такой загадочный. Подумайте, а сам... Подумайте, конечно. Нельзя же быть таким, честно. Конечно, нельзя. Вот я тоже так думаю. Нельзя же верить... Нельзя же быть... Это самое... Я считаю, что нельзя быть человеком, который отрицает родину, который не понимает элементарного. Который не хочет задуматься об событиях, которые были в одно и то же время и сделать правильный вывод. Я вот тоже думаю, что нельзя... А какой правильный вывод, скажи мне? Правильный вывод? Ну, изначально подумайте... Как завещала Коммунистическая партия? Какой вывод правильный? Я не знаю, чего вам Коммунистическая партия завещала. Наверное, ничего. Ну, ну, ты что скажешь? Правильный вывод. Правильный вывод из чего? Из того, что ты сказал. Я очень много чего сказал. Ну, последнее, последнее, то, что сказал. Последнее что? Какой правильный вывод надо сделать? Да вы поройтесь в это самое, в каких-нибудь фактах. Знаете, такое есть понятие, чем больше открываешь для себя каких-то новых фактов, косвенных улик, тем больше вы приближаетесь к правде. Замечаю. Кто сказал? Очень великолепный и умный человек. Аристотель или Платон? Нет. Кто? Сенека. Физик. Физик? Келдыш? Почему Келдыш именно? Я спрашиваю, я угадываю просто. Да не угадывайте, нормально все. Может, Розенберг? Вот. А еще есть такой человек, как... Ленин. Ленин, кстати, много чего хорошего сказал. Вы, к сожалению, не цените его труду. Мало того, что он создал Украину, так он еще и, кроме того, после себя оставил кучу томов интереснейших трудов. Попробуйте как-нибудь почитать. Знаете, очень удивительно. Создал первое концлагеря. Ленин. Да, конечно. Что еще он сделал? Поубивал кучу народу. Да, ага. Поубивал. Ленин. Что еще он сделал? Интересного такого. Приехал в обломбированном вагоне. Подождите, а где он поубивал кучу народу? При Октябрьской революции, что ли? При перевороте большевистов, да. Да ладно. Там почти никто не погиб 17 октября, по крайней мере, 7 ноября, октября. Но благодаря этому перевороту что там дальше случилось? Вот дальше случилась гражданская война. О! Благодаря чему? Благодаря чему? А кто пошел, как говорится? А не интервенты ли к нам зашли? Почему в моем родном городе, кого там только не было? И японцев, и американцев, и чехов, и поляков, и кого там только не было? Почему? Если вы откроете хотя бы, хоть чуть-чуть задумаетесь и откроете вон старые фотографии. Ну, жило себе временное правительство, никто не заходил, и царь был, и никто не заходил. Тут пришел дядька Ленин в обломбированном вагоне. А чем вам вагон-то не угодил, я не пойму? И вдруг приехали какие-то дяди, да? И белая гвардия, и все это остальное, это все по боку. В смысле по боку? Я уже не говорю там о кулаках и все остальное. А что, этого ничего не было? Было, было, в том-то все и дело, что было. Ну, а что? Жила в себе страна, с временным правительством, выбрали вновь. Да ладно. Развивала себя, как все нормальные страны. Серьезно? Вы серьезно? Сто процентов. Капец какое. Ну, тогда я понимаю, почему вы не понимаете, как говорится, про Японию, про атомные бомбы и тому подобное. Вообще, честно говоря, мне удивляет. Вы вроде бы не дурак. Но я бы сказал, вообще нет. То есть, нормальный человек. Каким образом вы верите во всякую ерунду? Временное правительство. Кто уничтожил-то Россию? Ленин? А может, все-таки временное правительство? Как временное правительство? Да, действительно. Временное правительство, это же избранное, так сказать. Неизбранное, да вы чего? Да, да. Вы, наверное, еще верите, что Ленин царя расстрелял, да? Ну, не Ленин, но там какие-то его ребята. А зачем это Ленину надо было? Это не они. А зачем Ленину это надо было? Чтобы, простите, не было иконы. Да вы чего? Серьезно? А зачем тогда он его целый год держал и не расстреливал? Что значит, четвертый год держал? А вы как думаете, что произошла революция в 17-м году? Меня не так жалко царя. И сразу расстреляли это самое царя? Или как? Жалко Боткина. Не так царя, как Боткина жалко. Зачем они расстреляли? А вы, кстати, это самое. В Америке можно найти мемуары жены Боткина. Почитайте, очень удивитесь. Чему? Чего там написано? Ладно. Я пойду. Мы уже с вами болтаем чересчур долго. Это загадостливый такой. А я хочу, чтобы вы немножко задумались. Я хочу, чтобы вы немножко задумались. Я даже Бехтерева знаю тоже, когда расстреляли. Вот. Который сказал, что Сталин имеет немножко отклонение от этого. Знаете, в Америке часто, кстати, говорят, что задавайте почаще себе вопросы. Будете знать правду. Это все болтовня, Валерий. Ну, как болтовня. Вы верите в телевизор. Вы верите во всякую чухню. Это самое. Просто потому, что вы не задаете себе вопросы. А я задаю. Что близнецы американцы взорвали. Кого? Близнецы взорвали американцы. Ну, это отдельная тема. Ну, тема. Ты веришь в это? Что американцы взорвали близнецы? Я точно верю, что дедушка с пещеры их точно взорвать не смог. Мало того, как пилот, понимаете, как человек, который служил в авиации, как человек, который летал не раз на всяких сесснах и тому подобное, я четко понимаю, что если я сяду в Боинг, я ни хера не пойму. И тем более не попаду в здание на крейсерской скорости. У меня нет никакого шанса. Тем более из двух два. Никакого. А больше всего мне интересует другой вопрос. Вы же в Нью-Йорке знаете, что там был, как говорится, трейд-центр. И там было три здания. Вот скажите, два самолета, а рухнуло три здания. Как у вас два равняется трем? Я не знаю, но еще третьего здания. Вот именно. И начинается вот этот дурняк. Я не знаю про третье здание. Все знают, а вы не знаете. Вот так вот вы живете в Америке. То не знаете, это не знаете. И верите во всякую херню. Я еще раз говорю. Оно не могло рухнуть. Вы же взрослый человек. Не знаю, честное слово. Я тоже говорю. Вы в Баба-Ягу еще верите? Я тоже с летчиками разговаривал. И что, говорят, все возможно. Да ладно? Да, вести самолет можно. Когда он взлетел уже, вести его можно. Истер этот самолет тоже может. Без проблем. Его надо взлететь, конечно. Но они его не взлетали. Они его завернули и врезали. Все лишь наоборот. Вы, кстати, по картинкам посмотрите. Ради прикола. Ширина самолета. Ну, в смысле, это самое. И вот эти узкие башни. Насколько они на самом деле узкие. И вы хотите сказать, что на скорости 800 км в час неопытный пилот может попасть в него? Ну, случайно? Да, бывает. Случайно. Но специально? Ни за что. Откуда вы беретесь, блядь? Откуда вы беретесь? Это неопытный пилот, честное слово, Валера. Хорошо. Привет, семье. Whatever you have there. Вам тоже. Понимание. Пока-пока. Ужас. Ну, че, народ. Вот такие вот иммигранты в Америке, верящие во всякую херню, не хотящие задуматься. И опять-таки, я хочу сказать самое главное. Я не пытаюсь никогда сказать плохое что-то, либо там про Америку, про Канаду. Я четко понимаю, что у каждой страны есть свои интересы. У корпорации есть свои интересы. И я четко подразделяю, допустим, американцев, американское правительство, американские корпорации. Я не смешиваю это все в одну кучу. Поэтому это очень важно. Даже иногда, кстати, правительство и корпорации – это тоже разные вещи. Ну, и страдания народа – это тем более разные вещи. Но когда люди не понимают, не хотят задуматься, что от чего берется, ну, это ихняя проблема. Мне этот разговор немного напомнил мой разговор с одним из музыкантов. Причем я этого музыканта привозил как-то в Россию. И он, в общем-то, ну, что-то увидал у нас в России. Но по-прежнему все равно, вот, как говорится, вот это вот узкая направленность или, так скажем, узкая… Как это бы правильно сказать-то, что по-русски, что… По-американски, кстати, помню, у нас есть такое понятие в Америке, как narrow-minded. Это как бы ум, который очень думает в узкой направленности. Подскажите мне, кстати, в комментариях, как это сказать по-русски. Я не выкаблучиваюсь, честно слово. Иногда вот как-то туплю. Просто действительно, вот, общество, в основном в Америке, из-за того, что у них не хватает информации или они никогда не задумываются об этом, они, в общем-то, поэтому так себя и ведут. Поэтому мы иногда видим того же, там, Такера, да, вот, который вдруг спросил себя и начинает копать и потом публично берет и, как говорится, выставляет на показ, типа, вот, наверное, здесь что-то не так. Так же, как говорится, с этими людьми. Но они вот такого плана, вот эти еврейчики, которые там с Нью-Йорка, Нью-Джерси, то есть вот это вот все, что вокруг Нью-Йорка, нет, они не задумываются, они тупо верят в это. Если человек, понимаете, даже, блин, отрицает, что его родина там, где он родился, ну о чем вообще говорить? Жалко мне таких людей, просто тупо жалко. А вот, и да ни хрен с ними. Ладно, всем понимание, спасибо за внимание, спасибо, что поддерживаете мой канал и напишите комментарии, я буду очень ждать. И, кстати, этот человек тоже, скорее всего, прочтет комментарии, поэтому напишите комментарии. Пока-пока.